Всем доброе утро. Сегодня понедельник. Да, сегодня нужно идти на учёбу всем. Кому на учёбу, кому на работу. Я сейчас буду завтракать. Чего я вам советую сделать. Я хочу тостеры. Я единственная, которая не спит сейчас. Надо вести себя тихонько. Толстальный хлеб. Сейчас открою. Если честно, я не встала. Я ее сейчас сходячим. После уснула. Это ужас. Спать хочется нереально. Ну ничего, я, наверное, когда приду с учёбы, сейчас позавтракаю, приду с учёбы и немножко, наверное, посплю. Потому что, когда я такая вот как ребёнок, я плохо функционирую. Скажем так, я плохо функционирую. Да, я додумалась, да, сказать. Что ещё в мою маленькую голову может прийти, интересно. Не нечто, что-то... нечто. Так, капучино я не хочу. Я хочу чай сегодня. Сегодня я буду пить чай. Обычный, чёрный. Классику буду пить. Ну что, вот он мой завтрак. Это бутербродчики с паштетом для сальма. Тут же моя пумочка. Что, пума? Ты уже покушала? Позавтракала, моя красавица. Теперь иду... Что это такое? Уля. И сейчас иду завтракать свой завтрак. Всем приятного аппетита. Всё, я дома. Отучилась, отстрелялась. Ой, что-то мне... Мне плохо. Какой-то плохо себя чувствую. Наверное, скорее всего, от голода. Потому что я уже обед. Так что мы пошли с Ваней кушать. Кушать пошли. Да? Ну, кому завтракать, кому обедать. В моём случае обед, в твоём случае завтрак. Да? Всё, пошли на кухню. Сегодня мы будем обедать очень вкусным борщиком. Вот такой вот борщ. Так что, всем приятного аппетита. Ну что, девчоночки, Ванечку я отправила в универ. Точнее, он сам ушёл. Вот. А я собираюсь... Мне нужно в магазин сегодня сходить. У меня закончилась жидкость для снятия лака. А ногти нужно в порядок привести. Так что... Идём в магазинчик. И вы идёте вместе со мной. Так, я всё вроде собрала. У нас сейчас жарко. И я сейчас... Какая-то я оранжевая. Вот. И сейчас пользуюсь активненько вот таким вот... Лосьон Акваспрей освежающий. Классная штуковина. Так. Мои очки. Ну что, девочки, всё. Поехали. Ключи всё взяли. Всё, пошли. Я сейчас иду в магазин, в котором есть всё. Ну, почти. Почти всё. Очень часто туда... Ну, как очень часто. Когда мне что-то нужно, я и первым делом, наверное, иду туда. В тот магазин. Он очень большой. Ну, как очень большой. Достаточно большой. Вот. И он недалеко от дома. Что самое главное. Далеко пешком идти не надо. Я хочу посмотреть ложку для мороженого. Знаете, чтобы шарики делать. У нас здесь маленького размера. Только больших размеров. Что не вижу. У нас здесь больших размеров. Как вон такие вилочки, ложечки. Гигантские. Также в этом магазине есть отдел, где всё из пластика. Ещё мне здесь очень нравится отдел для кошек и собак. Тут столько всего. Сзади меня классно. Я пошла в другой конец магазина. Оказывается, жидкость для снятия лака вообще в другой стороне. Я возьму две бутылки так. На всякий случай. Ну что, всё. Пошли домой. Ну что, всё. Теперь можно со спокойной душой делать маникюрчик. И не переживать о том, что жидкость для снятия лака закончилась. Вот я купила вот такую вот жидкость для снятия лака. Самая обычная. Вот. И перелила в более удобную баночку. Вот такую вот. Думаю, уже вы видели. Вот. Так что мне теперь две бутылки жидкости для снятия лака. Надолго мне это всё тело хватит. Так что отлично. Жарко на улице. Я всё скорее-скорее домой. Теперь сижу, хлещу в воду. Вот. Ну что. Начну её ремонтировать. Анимировать свои ноготочки. И посмотрю какой-нибудь фильм. Или сериальчик включу. Так что... Так, вот это мне ещё понадобится. И всё. Вот что мне понадобится. Опилочка. Обрезалочка. Лопаточка. База. Жидкость. У меня будет такой вот розовый лак на ногтях. И ватные диски. Так что начну я делать свой маникюр. Маникюрчик я, конечно, закончила делать. Всё у меня отлично получилось. Но важно девчонке не только хорошо выглядеть, но и чтобы мозги были там, где нужно. Дело в том, что, как я уже говорила, с английским у меня проблемы. Поэтому Ваня мне нашёл очень классную программу онлайн в интернете для обучения английского языка. И я тут сижу, учу слова. И тут всё сделано в виде игры. Ну, очень интересно. Вот, если кому интересно, сайт называется lingualeo.ru.ru Я думаю, в описании оставлю. То, что, девочки, если вы ещё не знаете английский, хотели бы. Не то, что вы хотели бы. Это нужно. Это нужно для самообразования, для всего. Английский язык. Я, знаете, я сейчас сижу и жалею то, что, когда я училась в школе, когда у меня была возможность, когда мне преподавали, разъясняли, разжёвывали, только в рот осталось положить и самой проглотить. Я этого не делала. Я сейчас очень, конечно, об этом жалею. Я завидую девочкам, которые сейчас учат английский. Английский, девочки, учите без всяких вопросов. Через не хочу. Вот увидите, это вам в жизни пригодится. Очень-очень-очень сильно. Дело в том, что сейчас у меня уже двадцатник, да, я уже, как бы, должна, по идее, знать этот язык. А я сижу, учу детские слова. Вот у меня слова погода, отпуск, голова, возраст, хлеб, потому что потолок. Потому что я этого всего не знаю, и мне стыдно. Поэтому я сижу и учу, и пока нужно это всё дело учить. Так что, девочки, кто учит английский, учите. Я тоже буду учить, и потом буду с вами на английском разговаривать. Ещё в комментариях мне написали, Катя, как ты смотришь эту семейку? Они же ведь по-английски говорят, ты же ничего не понимаешь. Да, я ничего не понимаю, но я слушаю произношение. Я тоже сейчас начала учить язык, и поэтому я тем более ещё больше буду их смотреть. Вот, и учиться понимать, пытаться повторять какие-то слова. То есть, это очень-очень-очень полезно. И сайт, на самом деле, очень классный. Здесь, помимо, тут всё идёт в игровой форме. То есть, вы там играете, песни переводите вместе с человеком, который там сидит на запись. То есть, очень интересно. Тут получаешь разные пунктасы. Как они называются? Очки, разные очки. То есть, в день нужно сделать... За один урок нужно сделать 100%. Вот он. Вот здесь вот такой львёночек, и там нужно, чтобы было 100%. Я пока сделала 77%. Сейчас вот каждый раз 100 слов нужно выучить за урок. То есть, он даёт 100 слов, и как бы повторяешь, шутишь, шутишь, шутишь. Очень классно. Ещё раз говорю, девочки, учите английский язык. Это очень-очень-очень нужная штука. Будет вам в жизни. И когда вы его выучите, вы ещё скажете, фу, слава богу, я его знаю, и мне не нужно мне сейчас сидеть его и учить. Вот. Так что я продолжу заниматься. Я закончила заниматься. Вот делала себе чаёчек, запеканочка. Вот оно всё. И решила посмотреть мой любимый, такой взрослый её мультисериал. Это Симпсоны. Вон они. Так что отдохну пока немножко, и потом нужно будет ещё заняться другим языком каталански. Вот. И сразу объясню. Я поставлю на пазу. Меня в комментариях тоже сегодня спросили, зачем так много языков учить. Но дело в том, что на самом деле их не так уж и много, потому что испанский и каталанский язык, он для них родной. Для испанцев это родной язык. Вот. Они как бы, так как мы учим, русский или украинский, да, то есть наш родной язык, мы его учим, грамматику, всё остальное. Так же у них. А английский, это уже идёт как второй. Язык, который нужно учить. Но в данном случае, в моём случае, так как я не являюсь испанкой, то есть мне учить испанский и каталанский, потому что они не являются моими родными языками, но мне нужно их знать. Испанский я знаю, а вот каталанский, конечно, беда с каталанским. И вот как дополнительно ещё английский язык. Вот. То, что хотел сказать, чтобы не забыть. Так, всё. Приятного мне просмотра, Симпсонов. И вкусного чаепития. Сегодня мы будем ужинать очень вкусной пиццей. Сейчас вам покажу пиццу по-геруновски. Значит, мы берём пиццу. Обычную. Так, нам понадобится шампиньон. Самую дешёвую пиццу. Сейчас, да. Мы берём самую дешёвую. Моем шампиньон. И красивенько его нарезаем. Так. Вот так. Такими пластиночками. Ну, скажи, за это обалденная пицца. Кстати, покажи, что сковородку... Очень вкусно. Очень вкусно. Я сковородку уже поставила разогреваться. Ставим в сковородку разогреваться. Такую, можно другую. Так, теперь самое очень тоже интересное. Можно в духовку поставить разогреваться, нет? Да, сейчас я хочу в духовку. Так. Так, теперь бекон. Да, бекон, бекон. Бекон, такой же такой, такой можно. Не, можно брать любой. Можно даже любую колбасу. Если у вас нет бекона, берёте любую колбасу и... Корчёвную очень. И всё. Сколько нам понадобится. Теперь мы берём бекончик. Бекончик не очень хочет отрепляться. Может, он не отрепляться, да. Ну, чё, я заставлю. И крепиться ему. Блин, да, чё он, наверное, не отрывается? Наверное, потому что он слишком мягкий, да? Как будто плохо отрвётся. Он просто замороженный. Не, наоборот, когда он подзамороженный, он хорошо разметляется. Вот, а так его нужно вот так взять. Ну вот. Уля, Уля! Ума! Ума, ты... Ума, ты... Откуда прям? Сдал я тебя, да? Сдал. Перь сюда же клювы. Что, масло не нанёло? Нет. Дай, это же бекон. Нам не надо нанёло отмазать. Нарезаем помидорчик. Виси ли с двух сторон. Лук. Ты будешь чистить лук? Вот, помидоры готовы. Теперь нужен лук. Так, всё, грибы. Когда ты режешь овощи, я на тебя вот так вот смотрю. Посмотри. Ауч! Я думаю, что эти проговорить не уже шить. Вкусно. Прямо. Ты что, не знаешь, лук чуть-чуть попал? Блин, ну что она как-то чистится. Так. Теперь эту луковицу мы тоненько нарежем. Ща, пап. Не знаешь, что ли? Мы с тобой, Вася. Кто? Мы с тобой, Вася. Мы поставили духовку разогреваться. Вот эту фигню, надо же убирать. Ну, что ты не убрала? Я не убила совсем. Так, теперь что самое важное в пицце. Пицца самая важная. Берёте, у нас очень вкусная томатная паста. Если у вас нет вкусной томатной пасты, вы берёте кетчуп, соус томатный, всё что угодно. Кетчуп. Кетчуп, да. Поливаем пиццу. Не обязательно кетчуп брать. Так, Зай, ой, что-то я обошила. Блин. Теперь помидоры. Ну, да, Зай, ты прав, ты прав. Теперь лук. Вот он, лук. Красиво так его. Выкладываем. Так. Лук, да, с сочностью будет пицца такая, не сухая. Ну, и помидоры тоже. И томат. И томат. Так. И теперь то, что у нас вот здесь. Дополнительный бекон. Самое вкусное. Дополнительные рыбы, бекон. В принципе, можно и не поджаривать, как мы. Ой, что-то. Лук такой злой. Я плачу. В принципе, можете и не поджаривать. Можно и так. Я раньше делала, кстати, ну, не поджаривала. Вот. Но чтобы оно было вот полностью готово, можно и поэкспериментировать. Сыра в пицце много не бывает. Сначала по краюшкам. Сидень. Ты все снимаешь? Все снимаешь. Так, все. Все. Теперь вот эту вот красоту мы переложим на противень. Вот оно мне понадобится. Это сыр. Ладно. Руками нужно взять. Так, открывай. Горячо? Нормально, тепло. И ставим духовку. Ну, сильная Катя. Все. Теперь ждем. Ждем. До утра? До утра ждем. Все. Пицца будет готова. А тебе надо все это поубирать. Зая, ты мне поможешь? Я пошел. Не ругайся. Не ругайся, Зая. Ты же тебе ушел, сказал, Зая. Не забудь. Да не сгорела она. Это не сгорела? Сучи типуки, Зая. Покуха. Нельзя ее одну оставлять с интернетом. Отойди. Забыла совсем. Ничего не забыла. Там, где не сгорела, ты будешь кушать вот эту часть. Это, которая не сгорела. Это сыр. Смотри. Это сыр подгорел. Сама пицца, смотри, она идеальна. Смотри. Сделай. Зая, загляни вниз. Смотри. Посмотри на пиццу под низом. Сгорела? Подгорела по краям. Ничего не подгорело. Не надо мне тут рассказывать. Сказки на ночь. Это сыр. Ну, лучше бы я его не ела. Сыр углажен хрустеть. Ты посмотри, какая она. Маленькая. Маш, я порежу? Нет, я порежу. Переживаю. Отрубай. Что, пожелать? Ну. Маш, я порежу? Я порежу. Это все кровь с Катиной руки. Вот, видите. Не очень объективно выглядит. Мне кажется, я с помидорами переборщила. Кровь исчекает. Сгорела. Нет, смотри. Хватит говорить, что она сгорела. Выключай. Все, выключай. Посмотри. Выключай, говорю. Ты посмотри на камере. Ну, все. Ладно. Она вообще не сгорела. Катя, надоело мне. Сгорела, сгорела. Не сгорела. Хорошо, любимый. Я съем эти куски. Не переживай. Да я съем, оставь меня. Нет, я их съем. Ты, я знаю, ты их не съешь. Ты просто обглодаешь вокруг нее. Пойдет на жертву. Она не сгорела, девочка. Очень вкусно. Да я сочиняю. Да ты любишь сочинять. Сочинитель. А ты сатулица любишь. Чай делай. Ты сочинитель. Чай не сочинитель. Ты чайник поставила? Поставь ты. Вообще-то я снимаю. Я оператор. Я не могу ничего. Я ваш глаз. Я не могу ничего. Я же сниму. Видишь слезы. Петет рука. Я оператор. Я не могу поставить чайник. Ты хитрый такой. Кошмар. Ты мне реально рука болит. Ну, что я могу сделать? Пожалей меня, что ли. Блин, днежечка. Я просто оператор. Я не могу тебя пожалеть. У нас сейчас... Хотела сказать ужин тайм. У нас сейчас ужин. Да, у нас сейчас ужин. Мы будем смотреть фильм. И уже поздно. И всем спокойной ночи. И всем пока-пока. До завтра. До завтра. До завтра. Продолжение следует...